Первая мировая война Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Первая мировая война, Великая война, как ее называли современники, началась в Европе летом 1914 года. Поводом было убийство эрцегерцога Франца Фердинанда, наследника Австрийского престола, и последовавшая за этим война между Австро-Венгрией и Сербией. В эту войну втянулась Россия, Германия, и так по ступеням потянулись все остальные. Но дело в том, что, конечно, это все-таки повод. Конечно, убийство наследника престола могло стать просто одним из событий, не ведущих к войне, а событий драматических, но вовсе не такого масштаба. Но дело в том, что Европа созрела для этой войны. И созрела в том отношении, что реальной причиной войны была борьба за передел мира. Борьба прежде всего по инициативе Германии. Почему? Потому что Германия поздно объединилась. В сравнении с Англией, Францией, Испанией. Поздно объединилась Германия, и поэтому у нее не было колоний. Почти не было. В то время как мир уже был разобран между другими странами. А наличие колоний и колониальной системы – это необходимая вещь для развития экономики, это сырье, это дешевая рабочая сила и так далее. Об этом как-то особенно, разумеется, не говорили. Но в реальности, конечно, эгоизм правящего класса, стремление захватить больше. В этом корень любой войны, в том числе и нашей Первой мировой войны. Но началась она с некоторого, можно сказать, недоразумения. Переписки между императором Николаем II, кайзером Вильгельмом, которым они уговаривали друг друга не вмешиваться в конфликт между Австро-Венгрией и Сербией. Но Россия не могла не вмешиваться, потому что для нее Сербия была историческим союзником. И вот Россия для того, чтобы припугнуть Австро-Венгрию, объявляет мобилизацию. Но мобилизация – это процесс, который легко начать, но очень трудно остановить. И тогда, чтобы остановить Россию, Германия объявляет мобилизацию. Германия готовилась к этой войне. У Германии был подготовлен так называемый план Шлиффена, который состоял в том, что немцы предполагали сначала напасть на Францию, напасть с севера, с северо-востока, со стороны Голландии, Бельгии, и таким образом нанести французам разрушительный удар. Вообще для Германии война была сложной в том отношении, что она должна была воевать на два фронта. Германия воевала на два фронта. Один – это Восточный фронт, это Россия, другой – это Западный фронт, это Франция и Англия, которые вместе с Россией, с Францией боролись против Германии. На стороне Германии была Австро-Венгрия. Австро-Венгрия – тоже достаточно сильное государство. И вот эта борьба началась с того, что немцы, чтобы избежать борьбы на двух фронтах, решили первым делом выбить из войны Францию, а потом наброситься на Россию. Ну, началась битва на Марне, так называемая, когда немецкие войска вошли на территорию Франции и надвигались уже на Париж. Ситуация была очень тяжелой. Французы, разумеется, стали просить Россию как можно быстрее вступить в войну и, главное, начать боевые действия. Собственно говоря, у немцев расчет состоял в том, что Россия очень медленно проводит мобилизацию, плохие дороги, не хватает железных дорог, ну и вообще российская, так сказать, бесхозяйственность. Поэтому немцы хотели быстро выбить из войны Францию, а потом уже развернуться и всеми силами напасть на Россию. И вот Россия должна была, конечно, каким-то образом отреагировать на просьбу Франции о помощи. И для этого предпринимается два наступления. Одно удачное, другое нет. Одно удачное — это наступление в Галиции, западная Украина, там, где России противостояли войска Австро-Венгрии. А надо сказать, что войска Австро-Венгрии были гораздо слабее, чем немецкие, потому что Австро-Венгрия — это такая лоскутная империя. Там было много и славян, и чехов, и словаков, и венгров. И, в общем, это была достаточно такая пестрая компания, которая неохотно воевала, потому что для Австро-Венгрии непонятно было, чего, собственно говоря, им хотеть. И вот в Галиции мы продвинулись километров на 150-200 вперед, но, с другой стороны, была тяжелая неудача на направлении другом, в Восточной Пруссии. Там две русские армии под командованием Самсонова и Ренинкамфа были разбиты немцами, и таким образом Россия потерпела тяжелые поражения. Один из командующих, генерал Самсонов, покончил жизнь самоубийством, около 80 тысяч русских солдат попали в плен. Но, тем не менее, все-таки это помогло Франции, потому что немцы вынуждены были перебрасывать свои войска на русский фронт, на Восточный фронт. Франция устояла, Париж не был взят, и линия фронта остановилась. То есть борьба остановилась и приняла характер такого динамичного равновесия. Ну и надо сказать, что здесь очень быстро выяснилось, что война, которая вспыхнула в Европе, совершенно не та, которая была раньше. Дело в том, что ведь в этой войне, впервые в военной истории Европы, не было одной армии, которая передвигается навстречу другой. Была сплошная линия фронта. Линия фронта растянутая на десятки, сотни километров. И эта линия фронта строилась таким образом, что очень трудно было ее подвинуть. Было очень много технических, кстати, изобретений. Ну вот эти вот минные поля, вот эта колючая проволока, которую трудно было преодолеть. Вообще в этой войне очень много использовалось технических средств, о которых раньше никто и не подозревал. Впервые появились танки, появилась авиация, появились у немцев подводные лодки, очень сильный подводный флот. И в конечном счете немцы решили предпринять наступление на Россию весной 1915 года. И вот весной 1915 года, вот как маятник своего рода качался, немецкая армия то шла на запад, то шла на восток. И вслед за ней шла в Стренгерской армии. И вот они пошли на восток, на Россию. И началось то, что современники называли великое отступление. Великое отступление русской армии. Когда русская армия отступала примерно километров на 300, на 400, на восток. Частично была захвачена Польша немцами. Но полного разгрома русской армии не произошло. На что они рассчитывали? Во-первых, потому что правительство все-таки достаточно твердо было настроено никаких мирных переговоров, сепаратных переговоров не вести. Потому что Англия и Франция категорически, конечно, не допускали таких переговоров. Ну а кроме того, выяснилось, что у нас просто не хватает боеприпасов. Русская армия очень плохо снабжается снарядами, патронами. Русские генералы оказываются совершенно, так сказать, несостоятельные люди. Нет в России таких новых Кутузовых, Суворовых. И вот, значит, происходит смена целого ряда министров. В частности, был отправлен в отставку военный министр Сухомлинов. Вместо него был назначен генерал Поливанов. А главное, удалось достичь определенной консолидации русской буржуазии. Были созданы специальные органы для согласования действий промышленников, так называемые особые совещания. Особые совещания по топливу, особые совещания по боеприпасам. В этих особых совещаниях присутствовали, с одной стороны, представители военных, с другой стороны, представители правительства, и с третьей стороны, представители промышленников, владельцев тех фабрик, заводов, которые осуществляли военное производство. И вот, сидя вместе за круглым столом, они очень быстро и эффективно решали проблемы. То есть, проще говоря, удалось преодолеть бюрократию. Бюрократию, которая очень тормозила развитие военного производства. Кроме того, были созданы так называемые военно-промышленные комитеты. Это органы, которые, по крайней мере, в идеале, должны были согласовывать действия руководителей предприятий и рабочих. Рабочих, которые, конечно же, должны были работать с удвоенной энергией в этой ситуации. Вот эти военно-промышленные комитеты, эти особые совещания, это своеобразные, но, в общем, эффективные формы консолидации русской буржуазии в экстремальных условиях. Дальше, 1916 год. Это год, когда немцы предприняли новое наступление на Францию. Битва под Верденом, так называемая, верденская мясорубка. И опять, естественно, Франция обращается к России за помощью, что помогите, найдите какой-то способ оттянуть на себя часть немецких войск. Русская армия была уже не с таким, так сказать, подъемом, как в начале войны, но, тем не менее, все-таки нашелся один замечательный русский военный, генерал Брусилов, командующий Юго-Западным фронтом, который сумел подготовить наступление русских войск на территории современной Западной Украины, то есть в Галиции, это так называемый Брусиловский прорыв. Брусиловский прорыв, наступление российских войск, которое произошло в мае-июне 1916 года. И которое всеми историками считается наиболее блестящей военной операцией в ходе всей Первой мировой войны. Алексей Алексеевич Брусилов действительно талантливейший полководец, человек, который сумел подготовить огромное наступление. Как? Для этого понадобилось, конечно, целый ряд новшеств. Ну, Брусилов, известно, например, он готовил очень тщательно с точки зрения разведки. Он хорошо представлял себе противника, с которым предстоит сражаться. Он ввел в действие наступление рассыпанным строем солдат. Он приказал использовать самые современные военные средства. После того, как Брусилов провел блестящий свой прорыв, остальные фронта его не поддержали. Немцы перебросили свои лучшие части для того, чтобы остановить Брусилова. Его наступление было остановлено. 150-200 километров он продвинулся, и дальше уже, так сказать, сил не позволяли. Ну и вот возникает уже в рамках Государственной Думы требование смены правительства, требование каких-то новых радикальных перемен. В конце 16-го года в Думе лидер кадетов Милюков произносит знаменитую речь, в которой он обличает правящие верхи, обличает династию в неспособности вывести Россию с тяжелого положения. Ну и произносит знаменитую фразу, что это, глупость или измена? Глупость или измена? То есть фактически Милюков упрекает правительство в измене, требует сменить правительство. Кадеты в это время получают огромную популярность, особенно в либеральных кругах. Ну, так или иначе, все это, конечно, должно было плохо кончиться для династии и для правительства, потому что все чувствовали, что назревает какой-то взрыв, какой-то взрыв, потому что Россия несет потери, Россия не достигает никаких новых военных успехов, ну и так далее. То есть ситуация была крайне напряженной. И вот в этой ситуации в феврале 17-го года происходит взрыв. Тот взрыв, которого они все боялись, но который неизбежно должен был прийти. И связан он был прежде всего с поставками, с голодом, который наступает на Петроград. Хлебные поставки были прерваны на время в связи с тем, что железные дороги были заблокированы военными эшелонами. И вот когда возникла эта хлебная проблема в Петрограде, то этим, конечно, воспользовались социалисты, которые призывали народ к забастовкам, к стачкам. В конечном счете все это вылилось в феврале 17-го года в так называемую нашу февральскую революцию, вторую русскую революцию, которая привела в конечном счете к катастрофе для правящей династии, для всего тогдашнего правящего, тогдашней правящей элиты. Продолжение следует...